Итак, друзья, мы продолжаем. На каком чемпионате мира можно увидеть сборную Пакистана? Не можете вспомнить? Вот мы вам ответим. Это чемпионат мира по футболу 6 на 6. Именно матчем с этим соперником российская сборная подытоживала групповой этап. Да, место в плей-офф у нас уже было в кармане. Матч особенно ничего не решал, но и на нашу команду, и на необычного соперника поглядеть, ну, все равно было любопытно. Последняя игра сборной России на групповой стадии чемпионата мира по футболу в формате 6 на 6 с командой Пакистана на распределение мест в квартете «Б» уже никак не влияло. Россияне досрочно обеспечили себе выход в плей-офф с первой строчки в группе, обыграв Испанию и Молдавию, а потому рассматривали матч с дебютантами турнира как отработку тактики и хитрости перед важной встречей с греками. Главный тренер российской команды Дмитрий Смирнов строго-настрого запретил относиться к матчу как к проходному, и понимая, что в этой игре мы повесили на него микрофон, как мог, сдерживал эмоции. Не надо, не надо, Герочка, все, все, без пожара, без пожара, Герочка, без пожара, через ближнюю ногу, партнером, все нормально, что ты? Хватит, хватит, еще раз говорю, хватит, золото из... Саня, 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 нет, 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 вот, вот, лиза, левая нога, левая нога, Сань! Саша, я кому говорю? Здорово! Вот так бывает, да, с этот... Ногой не получается забить, да, головой не получается. Приходит глупая мысль, в голову забить... Отдаете как... Я не могу, не мог этого сказать на всю страну. Будьте уверены, главный тренер уже без микрофона сказал все, что нужно, даже при том, что Россия без видимых проблем обыграла Пакистан 5-0, который, к слову, выглядел очень неплохо. Пакистан бились, молодцы, до последней минуты. Чуть-чуть мастерства им не хватило, а так, в принципе, команда неплохая. Следующая команда Греции у вас, уже есть какие-то мысли, как будете играть с ними? Ну, мы смотрели их игры, знаем план на игру, тренера объяснили, есть некоторые домашние заготовки, думаю, самая тяжелая игра на турнире предстоит. То, что вот в такую жару все время Россию заставляют играть, это уже привыкли или все равно как-то действует на игроков? Ну, как сказать, немного, да, непривычно, хотя нам, кавказским парням, не впервой. Так терпимо можно играть. Игра за выход в четвертьфинал с привычными к жаре греками назначена также на день. Температура воздуха в это время на стадионе примерно плюс 30 градусов по Цельсию. Как повлияют такие условия на игру команд, обязательно смотрите в прямом эфире на канале Матч Наш Спорт. Евгений Загитов, Казим Шахназаров, Сеноматч, Лиссабон, Португалия.